Привет, друзья! Друзья, этого никогда не было, и вот, наконец, произошло. Не спешите приписывать эту крылатую фразу мне. Это, к сожалению, сказал не я, а великий мыслитель Черномырдин. Но о чем вообще речь? Друзья, мы с вами уже пятый год говорим о натуральном тренинге, о том, как необходимо тренироваться, о необходимости базовых упражнений, о том, что изоляция практически бесполезна, если только мы не работаем в режиме окислительных мышечных волокон, если не тренируем медленные мышечные волокна. Но тот, кто следит за моим творчеством и кто знаком с работами Силуянова, знает и понимает, о чем речь. Мы с вами все это делаем. Но вот, наконец-то, и другие блогеры, и натуралы, и не очень, стали говорить о том, что натуральный тренинг действительно отличается от ненатурального. Натуральный тренинг как раз-таки требует очень-очень скрупулезного подхода. Необходимо делать минимум, но выжимать из этого максимум. Необходимо становиться сильнее. Особенно это важно на первых этапах, когда вы пришли в тренажерный зал. На первых этапах, независимо от того, парень вы или девушка, ваша основная задача это техника и сила. Естественно, техника в приоритете. Потом мы уже переходим на периодизацию. Я не раз вам говорил уже, и вы наверняка встречали такую информацию в журнале «Железный мир», когда Дмитрий Яковина был там главным редактором. И наверняка читаете, надеюсь, электронный журнал, который сейчас выпускает Дмитрий. Это «Про статус». Я думаю, что это лучшее издание постсоветского пространства, на данный момент пишущее о бодибилдинге. По крайней мере, это очень-очень грамотный контент. Собрано очень много полезного. Ну, как и везде, конечно же, есть ошибки, заблуждения. У кого их нет? Только у того, кто ничего не делает. О чем же речь? Речь о том, что натуралу, в принципе, достаточно по одному упражнению на группу мышц. Да, действительно, если это будет базовое упражнение, хорошо вы в нем поработаете. Для того, чтобы включить вот этот фактор роста, этого будет достаточно. Помните, тот, кто изучал работы Майка Менцера, говорил, который говорил, что для того, чтобы включить свет в комнате, вы заходите в темную комнату и один раз щелкаете выключателем. Свет зажегся. Вы же не стоите, не щелкаете вверх-вниз. Вот это аналогия к тому, чтобы запустить ваш фактор роста. Единственное, что говорил и придерживался Майк, это о необходимости работы в полный мышечный отказ. Чего я вам крайне не рекомендую. Если только мы опять-таки не говорим о работе на промежуточное мышечное волокно, где отказ нам просто необходим, чтобы задействовать именно промежуточные мышечные волокна. И если мы не говорим о отказе, который наступает не в силу того, что вы не можете поднять вес, как при обычном тренинге, а когда вы тренируете опять-таки окислительное мышечное волокно, наступает такое состояние сжения в ваших мышцах, что вы просто больше не можете его терпеть, переносить. И таким образом наступает тоже отказ. Но это два разных вида отказа. Тоже не нужно их путать. Когда вам говорят, что в обычном режиме нужно работать до отказа, люди либо не понимают, либо мы не понимаем то, что они говорят. Я сейчас вам поясню, что такое работа до отказа. Это умение поработать в необходимом режиме диапазоне повторений, к примеру, от 8 до 12. Когда следующее повторение будет технически выполнить невозможно. То есть позитивную его фазу. Понимаете, если у вас 8-12 повторений, указано в тренировочной программе, вы дошли, к примеру, до 10-го, и чувствуете, что 11-е повторение, если вы захотите его сделать, вас просто задавит весом, вы не сможете вытащить вес. Вы его не делаете, это 11-е повторение. Но на 10-м повторении, когда вы жили вес, вы максимально затягиваете негативную фазу движения. Это вот идеальная работа до отказа, когда вы будете стимулировать на 1000% ваши мышцы к росту. И массы, и силы, кстати. Но если вы сделаете это, 11-е повторение, и вас забаранит, это знают все пауэрлифтеры. Ну, в принципе, все, кто занимается силовыми видами спорта, именно с целью развития максимальной силы. Вы наносите себе уже чрезмерный ущерб. Остановится рост силы, а без роста силы у натурала нету роста массы. Но давайте вернемся к одному упражнению на группу мышц. Возьмем, к примеру, квадрицепс. Четыре головки у квадрицепса, да? Четыре. Но, друзья, если вам какой-то инструктор говорит, что разгибание действует на капельку, да, на внутреннюю часть квадрицепса, а узкие приседания на внешнюю, человек просто не понимает, о чем говорит. По той простой причине, что не существует упражнений для квадрицепса, которые могли бы изолированно воздействовать на какой-либо из четырех пучков. Просто не существует такого. Это невозможно с точки зрения нашей анатомии. Поэтому, друзья, это нужно четко понимать. Но возьмем, к примеру, дельтовидную мышцу, которая состоит тоже из трех пучков. Здесь ситуация будет немножко другой. По той простой причине, что каждый пучок включается в работу от разного движения. Здесь как раз-таки для каждого пучка нужно будет отдельное упражнение. И, казалось бы, да, огромная массивная часть ноги, квадрицепс и маленькая дельта. Для одного будет достаточно одного упражнения, а для более маленькой – три. Кажется нелогичным. Но если вы будете разбираться, вы поймете, что все здесь легко и просто. Самое главное – понимать еще для натурального тренинга, что то, что говорит плюшевая борода или другие псевдогуру, да, это мотивирует, это заставляет тебя задуматься о том, как ты тренируешься. Но закройте детям вашим уши, если они сейчас слушают это на пару секунд. Потому что то, что говорит плюшевая борода, ебашить и ебашить – это полный дебилизм. Особенно для тех, кто будет этому прислушиваться. Если вы натурально тренирующийся человек, вам в идеале достаточно тренироваться день через день, а часто день через два. И очень часто, когда вы будете тренироваться действительно очень тяжело, вам понадобится иногда и три дня на отдых. Естественно, я тренируюсь уже почти 30 лет. И сейчас я потихонечку перехожу на темную сторону. Мне реально уже в 42 года все равно хочется ходить тренироваться каждый день, а иногда и два раза в день. Чисто психологически. Хотя тело мое говорит мне, что оно устает, что ему нужен отдых. А вы знаете, я еще два раза как минимум играю в хоккей в воротах. И то я себя заставляю отдыхать иногда. И поверьте, это лучше, потому что тренироваться на невосстановлении нет ничего хуже. Это не то, что вы делаете себе лучше или просто стоите на месте. Нет, это откатывает нас назад. И не потому, что, к примеру, мышцы не могут с этим справиться. Нет, друзья. Всем нами, абсолютно всем организмом, управляет центральная нервная система. И если мы не будем давать нагрузку на центральную нервную систему, точно так же, как и не будем давать ей отдыха, это приводит к плачевным ситуациям. Но ежедневные тренировки, и как советует большинство профессионалов, вы можете тренировать сегодня трицепс, к примеру, завтра спину, потом ноги, потом дельты. Якобы мышцам хватает времени на восстановление. Да, химикам хватает. Да, многим натуралам хватит, друзья, мышцам. Но не забывайте, что есть у нас еще сухожилия и связки, которые восстанавливаются ровно в два раза дольше, чем мышцы. Но и не это важно. Я говорил об этом уже не раз, но всегда повторю, потому что это самое важное. Если вы переутомили центральную нервную систему, а ей не важно, что вы тренируете, бицепс или квадрицепс, если постоянно идет нагрузка, если постоянно от центральной нервной системы требуется мощная концентрация, мощное выполнение движений, вы угнетаете ее. Угнетая центральную нервную систему, вы наносите вред всему организму в целом. Начинает страдать эндокринная система. А какая работа, какая польза будет вашим мышцам и вообще организму, если гормоны будут на нуле? Падает очень сильный иммунитет. Иммунная система страдает. И, кстати, мне недавно вот пришел вопрос, что делать? Я тренируюсь, как только выхожу на пик, сразу болею и опять все откатываю, и так постоянно. Это говорит о том, что вы перетренировываетесь, о том, что вы не придерживаетесь принципов периодизации. Либо не высыпаетесь, либо не доедаете. А может быть, все это вместе. Не зря самые грамотные люди, такие как Дориан Яц, постоянно говорили и говорят, что вы должны строить свои тренировки не от вашего желания, от вашей воли, да? Вы должны строить свой тренинг именно от ваших возможностей в режиме дня. Что это значит? Можете ли вы достаточно спать 7-8 часов минимум ночью? Можете ли вы позволить себе дополнительно полчасика, хотя бы 15 минут полежать, поспать днем? Есть ли у вас возможность питаться хорошей, качественной пищей 4 раза в сутки? Достаточно ли вы пьете воды? Много ли у вас в жизни положительных эмоций? Это все очень сильно влияет на жизненный тренинг. Кто-то говорит мне постоянно, что как я, который употреблял химию, который сейчас часто употребляет ее, может давать советы натуралу. Друзья, я как никто другой могу это делать по той простой причине, что за 30 лет того, как я тренируюсь, я очень мало, меньше чем 10% принимал фармакологию. Большую часть времени я тренировался в натураху. И мне это очень-очень нравится. Не тренироваться на химии или не тренироваться в натураху? Нет, мне нравится ворочать железки. Будет химия, не будет химии, я буду это делать. Будет мне тяжело в жизни, будет легко, я все равно буду это делать. И скорее всего помру я тоже в тренажерном зале. И мне это нравится. Мой опыт как раз-таки больше 90%. Это натуральный тренинг. И когда я употреблял фармакологию, это только помогало мне понимать, как по-разному организм реагирует на тот или иной вид нагрузки, на тот или иной сплит, на тот или иной режим. Сейчас очень много говорится о сплитах и о тренировках в фулл-баде. Друзья, и то, и то правильно, и то, и то неправильно. И я скоро найду время, и мы разберем подробно этот вопрос. Если у вас есть какие-то наводящие вопросы для данного выпуска, для данной статьи, обязательно пишите их в комментариях ВКонтакте, а лучше всего на YouTube. Я там все ваши вопросы вижу, обсуждаю, на многие делаю видео ответы. Очень важно понимать, что бодибилдинг – это не ракетные технологии. Мы с вами не занимаемся аэробикой. Мы с вами занимаемся построением силового фундамента, на базе которого можно построить хорошие крепкие мышцы. Не может натурал, как химик, быть огромным и быть при этом слабым. Любой натурал, выглядящий более-менее достойно, а может натурал выглядеть достойно. Просто сейчас мир засран вот этой всей информацией людей, которые сидят на химии еще до того, как пошли в тренажерный зал. Поверьте, я тренируюсь уже почти 30 лет, вижу. Большинство людей приходят в зал и спрашивают не о том, как грамотно тренироваться, а ищут волшебную пилюлю. Чем бы уколоться, что бы сожрать, что бы выпить. И когда они смотрят, как здоровый мужик чернокожий, который начал употреблять фармакологию одновременно с тем, как пошел в тренажерный зал, а может быть и раньше, дает советы о том, как тренироваться, как дрочить свои бицепсы концентрированными сгибаниями, просто становится смешно, когда парень и жалко тратит свои усилия, волю на это, а потом давит на свою генетику. Конечно, друзья, генетика играет роль. Но если вы тренируетесь грамотно, вы будете расти даже в натурах. И что я вам хочу сказать. Самое важное, поймите, что фармакология – это не панацея. Особенно, если вы будете сидеть на фарме с первых дней. Посмотрите, ведь сейчас очень много людей, которые раньше были огромными, большими, а сейчас перестали, к примеру, принимать фармакологию, многие даже перестали полностью тренироваться и сдулись вообще на ноль. Стали же такими же дрыщами, какими и были. А посмотрите на многих, на того же Дориана, на Катлера, посмотрите на многих, которые начали употреблять фармакологию не с первых своих шагов, но тоже перестали сейчас. Многие из них тоже сейчас выглядят очень достойно. И я знаю очень многих людей, которые росли и в силе, и в массе натурально, просто шикарно. А когда стали употреблять по одной-две таблетки метана, то их просто разносило. И знаю людей, которые, что только не делали в натураху, не могли прогрессировать, не в силе, в массе тем более. И что самое интересное, когда они тоже начинали принимать фармакологию, не одну, две, а и по 10, по 20 таблеток бывало принимали, на них это тоже сильно не действовало. Понимаете? Нужно четко понимать, что для чего ты делаешь. Фармакология это всего лишь способ быть огромным для того, чтобы выступать на соревнованиях. Если вы хотите просто, хорошо и грамотно тренироваться, то идите от простого к сложному, а не наоборот. Сначала посмотрите, как на вас действует силовой тренинг, действует ли он на вас вообще. Не делайте никаких изолированных упражнений в тренажерах, это все для инвалидов. Если вы здоровый человек, приседайте и делайте тягу. Подтягивайтесь, отжимайтесь от брусьев. Этих четырех упражнений, разбитых на две тренировки, присед с брусьями и тягу с подтягиваниями, большинству хватит за глаза, чтобы прогрессировать и быть сильнее, красивее, если это девушка, мощнее, если это парень, чем все другие люди. Нужно, друзья, всегда думать головой и понимать, что прогрессировать можно хорошо, быстро, только в каком-то одном узконаправленном варианте, когда это два-три упражнения. Невозможно прогрессировать сразу в десяти упражнениях. Это просто вам такой пример для размышления, чтобы пересмотреть свой подход к тренингу, свой подход к тому, как часто вы тренируетесь, сколько упражнений делаете, какие упражнения делаете. Ну ладно, друзья, я уже приехал в зал. Надеюсь, вам было интересно смотреть сегодняшнее видео. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Если понравился ролик, ставьте лайк. Делитесь всеми моими роликами и статьями в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для вас. От вас для канала. Если что-то не нравится, не стесняйтесь, ставьте дизлайк, пишите вашу конструктивную критику. Я постараюсь тоже адекватно на нее реагировать, если она будет без оскорблений. И только так мы сможем с вами, одновременно вкладывая усилия, улучшать канал, улучшаться вместе и помогать, что самое главное, многим другим людям, которые тоже хотят грамотно и правильно развиваться. Кстати, у меня нет времени смотреть других блогеров, но вы мне очень часто присылаете различные ссылки, чтобы я проконтролирую... Забыл уже слово на русском. Чтобы я дал, в общем, свою оценку тому или иному видеоролику, о чем говорит в нем тот или иной блогер. У меня нет времени это просматривать, друзья. Если хотите, тезисно пишите, о чем они говорят. И, кстати, давайте развивать вместе, ведь я не только за то, чтобы развивать наш канал. Давайте развиваться в таком направлении, чтобы продвигать тех блогеров, ведь я знаю, что очень много грамотных есть людей, которых практически никто не смотрит. А если смотрят, то очень маленькая аудитория. И связано это с тем, что большинство людей в YouTube, извините, конечно, это дебилы малолетние, у которых мозгов нет, которым интересно что-то посмотреть такое развлекательное. Когда дается какой-то образовательный, грамотный контент, он зачастую скучен. Это как на уроках. И поэтому таким людям нужно помогать. Помогать в первую очередь для того, чтобы канал стал известным, чтобы люди, которые хотят, те парни, девушки, грамотно, правильно тренироваться, не так, как советуют эти фитоняшки, махать ногами для того, чтобы развить попу. Полный идиотизм. Или еще какие-то другие идиотские советы. Приседать в смите, к примеру, для девушек. Нет, друзья. Нужно помогать развиваться любому каналу, который несет здравые мысли нам с вами. Ну все. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова